здравствуйте дорогие друзья это вторая часть по сатанинской скульптуре эрнста неизвестного метро выставочная москва единодушие в комментариях радует что здравый смысл торжествует возмущение того как можно было эту гадость вообще поставить метро почему она столько лет 18 лет там стоит и никто не жаловался и не обращал внимание общественности а я вам скажу что взгляд там не цепляется за скульптуру я наблюдала за собой как я чуть было не проскочила мимо потому что торопилась и лишь мой профессиональный интерес тормознул меня оглядеть скульптуру буквально вот за секунды за доли секунды краем глаза и вот какому выводу я пришла люди идут мимо своих мыслях у них есть цель пересечь это место идти дальше к эскалаторам или багратионовскому мосту получается что скульптура является препятствием на пути потоку люди просто бессознательно обходят препятствия и увеличивают скорость при этом вокруг по часовой и против часовой стрелки это подтверждает мое предположение что сделано это умышленно как например у торговых ларьков их расставляют специально так чтобы потоки людей задерживались по неволе и отоваривались привлекание энергия покупателя или энергия человека человеческих потоков это знают все маркетологи и в магазинах товары специально так расставляют чтобы путать людей чтобы они когда не ищут какой-то товар но там человек сознательно ищет а здесь он бессознательно стремится обойти это препятствие все продумано поэтому скульптура именно здесь а не в музее безобразие кстати почему бы не создать такой музей любителей извращений демократично так все кто имеет хаос в головах извращением в своих головах могли бы наслаждаться произведениями психически больных умов в определенном месте кстати небольшой процент таких комментаторов защитников шедевра эрнста неизвестного нашлось под видео первой части и один такой комментарий прям в кассу сегодняшнего фильма второй части от аватары с русским с русской фамилии ирина смирнова который естественно украденный аватар потому что за всем этим скрывает совершенно не русский дух не русский человек прочтем надо же как быстро у нас мелкие хрущевы возродились это вот вы все я в том числе у них мелкие хрущевы вы еще про фалька забыли вынести его из третяковки оставим там только булыжник пролетариата вполне понятно и таким как вы искусствоведом вот смотрите вот эти вот мелкие сатанисты мелкие потому что мелюзговые сатанисты они собственно говоря берут ну вот это нацистская фашистская у них суть это раздутое эго но потому что эго маньячество такое потому что они считают что только они вот это мелкая шушера на планете земля которая вся купила вот это вша вот это вот они считают что только они имеют право рассуждать на тему искусства они только будут давать указание кому что любить кому что нравится кому что не нравится вот они решают а все остальные это людишки мелкие которые ничего не понимают то есть это такая брась это чернь и вот это вот типа аристократия которая вот наверху этой пирамиды но вашу аристократию мы уже поняли вся ваша суть в этой скульптуре эрнста неизвестного находится так что вы себе это и возьмите ваше подземное хранилище ваши бункера забирайте к себе в подземелье потому что вы и есть суть вот этой вот скульптуры этого эрнста сумасшедшего неизвестного а по поводу булыжника пролетариата ну правильно вы упомянули не за горами уже подвижки пошли так что булыжник он уже вас ищет булыжник пролетариата берегитесь берегитесь вы уже достали вы достали население планеты дошло уже до точки кипения хватит ваше время кончилось а мы продолжим именно хрущеву вот именно к этой теме так эрнст неизвестная и его карьера началась собственно говоря с как со скандала со скандала связано с хрущевом именно поэтому эрнст неизвестный стал известным они за его гениальных шедевров как считает ли берда ну и его так сказать братья по разуму и вот та самая статья которую я озвучивала в первой части доверявший безумию гений жизнь и творения эрнста неизвестного значит по поводу хрущева 1954 году эрнст неизвестный окончил московский художественный институт имени сурикова вот кто-то же его принял там он учился говорю что это не значит что он не талантливый человек он вполне себе мог делать на талантливые работы он их и делал до поры до времени вот при сталине да вот он начал учиться получается еще бытность сталина там сидел и помалкивал а вот уже пятьдесят четвертом году он закончил московский художественный институт то есть через год после смерти сталина и когда у нас начался началась программа хрущевская антисталинизация когда хрущев вместе с жуковом они совершили собственно говоря партийный государственный переворот пятьдесят пятом был принят в союз художников ссср откуда его изгнали спустя семь лет это дегенеративное искусство почему ты так искажаешь лица советских людей вот ты мог бы полюбить такую женщину кричал никита хрущев на скульптора во время своего посещения легендарной выставки московском манеже 1962 году а вы могли бы поковырять зубах эйфелевой башни вот ни о чем кстати вот мне вот 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 это вторая да говорят о том что уже либо они здесь искажают сам текст эту легенду когда во первых не факт что это существовало потому что якобы свидетель всему этому был евгений евтушенко один-единственный и дальше это переходит вот в некую легенду вот как раз эта серия будет посвящена мы будем разбираться что есть на самом деле как они создают эти свои легенды вокруг своих имен как они сами себя превозносят а народ отдает им энергию это все проекта кстати алла пугачева безусловно талантливый человек но это такой же проект вокруг которого раскручен энергетический вихрь и многих поколений вот они вокруг себя эти легенды создают крутят крутят эрнст неизвестный в данном случае давайте посмотрим что здесь было и как здесь далеко это сеть глубоко кроличья нора как глубоко вот казалось бы эта история известна с хрущевом и эрнстом неизвестным тогда хрущев и представить не мог что именно дегенерат неизвестный по просьбе родственников почившего генсека создаст его надгробный памятник на новодевичьем кладбище вот этот памятник который создал эрнст неизвестный вот теперь смотрите по заказу сергея хрущева сына который потом эмигрировал в сша и когда мы понимаем что если хрущев там орал и топал ногами на художника в том числе на эрнста неизвестного и назвал его дегенератом а потом сын хрущева заказывает у него памятник а эрнст уже в это время готовятся в эмиграцию вот интересно и сын хрущева потом уехал и эрнст уехал через год и возникает вопрос а сын хрущева он зачем это дело зачем сделал заказ своему отцу памятник надгробный памятник именно эрнсту неизвестного которого как бы по легенде хрущев ненавидел эту пол ногами брызгнул слюной и матом там всяким обзывался там страшные прям ругательства были можно поискать в интернете но вот решила все таки вам показать потому что набрав интернете вот мне вдруг выходит статья гордона кто такой дмитрий гордон это сейчас проявилось посмотрите они друг о друге пишут случайно ли это вроде казалось бы тут вот ругань вот казалось бы давайте посмотрите на изворотливость мозгов эрнст неизвестный хрущев говном собачим меня обозвал потом вашего вражь и стал совершенно неуправляемым кричал брызгал слюной казалось у него вот-вот будет подучи пишет это гордон который видимо брал у него интервью насколько я понимаю рядом со мной даже ходить боялись ну как круто да вот это какое внимание к себе это какое эго раздутое больное эго что вот таким образом привлекать к себе внимание гордиться этим что он дал вызов якобы самому хрущева ну так ли это на самом деле потому что еще раз говорю свидетелей тому кроме со слов эрнста неизвестного нет вот кроме эрнста неизвестного никто больше об этом не говорит и якобы это говорил евгений евтушенко опять-таки доказательства этому нет что якобы евгений евтушенко был свидетелем значит у нас один источник информации сам эрнст неизвестный может быть хрущев и разнес эту выставку авангардистов может быть наверняка есть документы какие-то наверняка что-то где-то печаталось ну и вот когда стало известно о преступлениях сталина но сама постановка преступлениях сталина эти садонисты они не преступники они агнцы божьи сталин у них преступник когда хрущев разоблачил на двадцатом съезде культ личности для вас это был шок или вы уже знали что на самом деле происходило в стране я больше других понимал больше слышал потому что дома у нас за карточным столом бывшие заключенные вернувшие силы из лагерей очень часто собирались рассказывали они обо всем вплоть до случаев людоедства так что шоком для меня стал не доклад о реакции моих учителей публики вот у него и людоеды собирались многие отказывались верить приведенном докладе фактом подали в ступор по этому поводу плакали во всяком случае грустили от подавляющего большинства других в отличались тем что всегда говорили то что думали редкое свойство это к сожалению глупость которую я презираю из-за нее презирал и сам себя шестьдесят втором на выставке приуроченной к 30-летию москва московского отделения союза художников рсфср вы по сути согласились стать экскурсоводом для никита сергеевича хрущева первого секретаря цк компартии советского союза председателя совета министров ссср чем для вас это закончилось то что я был исключен из москва и совершеннейшим стал изгоем рядом со мной даже ходить боялись никита сергеевич сам об услуги вас попросил никто меня не просил гидом его был ильичев секретарь цк кпсс и председатель и зоологической комиссии курировший искусство который хрущева водил и натравливал на меня он но не только там и секретаре москва были что никита сергеевич вам тогда говорил помните говном обозвал собачьим еще и собачьим интересно когда услышали из уст руководителя огромной страны такие слова испугались возмущенно для меня просто тошнило не испугался потому что романтиком был при такой власти какой обладал хрущев и это свора должен быть какой-то пурпур я по темпераменту не либерал и жестким режимом согласен но такая некомпетентность ну то есть ну конечно ну куда там некомпетентность эрнст он компетентен а все остальные некомпетентны из монологов записанных за несколько лет мастерских москвы и нью-йорка вся эта история манежная это было безобразие в акханале но невероятно лилипутская но это гиганты да там все остальные лилипуты которым не нравятся шедевры вот понимаете кем они называют народ который не принимает вот эти шедевры лилипутами они они великие они ваше сияние вот откуда это вот ваше сиятельство ваше величество они притягивают они вот это себе себя таким сам себя не похвалишь и величеством не назовешь никто не назовет назовут говном собачьем а вот вот это величие вот вот ну куда без этого больные люди где-то в тайниках души когда вся власть приехала а я с не был незнаком я ожидал пурпура и вдруг встретил каких-то неуклюжих глупых толстоухих карликов людоеды в пиджаках боящийся собственных жен то есть для меня это было это говорит о собственных жен а тебя эрнст неизвестность собственная жена била бутылкой по голове уже больного ничего тогда нормально то есть все вот все притянул к себе все что говорил человек все притягивает к себе вот он хает да и он это все по жизни реально притянул в свою жизнь это подкосило меня под корень потому что жить в этом обществе ужаса и страха я был не готов но как это так но уже преступления то сталина закончились но уже пришел хрущев отепель же началась хрущевская какой же ужас и страх то откуда он взялся если уже вот этого страшного тирана сталина уже не было живых пришел добрый хрущев либералы пришли троцкистые какой же ужас их страх я фантазировал какой-то сверх засекречное кгб как гестапо какие-то действительно тайные советники кабинетные макеавелли а тут кривоногие даже не крестьяне те аристократические бывают а существа которые добежали до города но их туда за физиологическое безобразие не пустили вот они мной командуют один суслов чего стоят какая-то дергающаяся зловещая как параноик птица вот он дает оценки то есть он не параноик сам эрнст неизвестный он гений во плоти это ангел это светлый ум все остальные карлики параноики сам хрущев кстати выделялся в этой толпе энергетикой природным умом и хитростью вот хрущева он отдает должность посмотрите должное отдает и ум то он про он про его сказал про природный и хитрость практически у меня было чувство энергетического родства с ним мой человек но по культуре более некультурного в жизни я не встречал то есть хрущев его человек даже наш дворник дядя миша это культурнее даже алкаши у пивной которые все-таки есенина читают и высоцкого поют они какого-то поэта малышка которого он любил по сути своей мясной по пафосу плоти хрущев был деятелем уровня черчилла ну и далее характеристику дает хрущева но правда вот он темным был но только не серым и видим вот он его называет темным себя он называет что хрущев это его человек но только что хрущев он совершенно не воспитанный плохо воспитанный такой в самом худшем смысле деревенской деревенского воспитания а эрнст он воспитанный но по сути вот по энергетике он увидел что у него энергетика то есть он сам себя восхваляет увидя себя в хрущеве какая проекция уважуха у него тут слышится но если мы посмотрим на фотографии с этой выставки с эрнстом неизвестным эрнст называет всех карликами и хрущева в том числе мы видим что он принципе с ним одного роста значит он тоже карлик но в своем глазу что называется бревна не увижу нигде не топает просто смотрят на вот это все безобразие действительно как уровень каких-то из сумасшедшего дома взяли и поставили игрушки как на как еще на это искусство можно смотреть и здесь тоже не топает ногами что-то ему объясняет вот они примерно одного роста чуть-чуть повыше может быть эрнст на сантиметр хрущева так что насчет карликов и лилипутов он погорячился но понятно что это самомнением таким образом самоутверждается что все лилипуты ну как чел по сути по человеческой лилипуты и гигант мысли отец русской демократии особо приближенная к императору все уже в классике было ну и вот когда я вижу что памятник хрущева делается по заказу его сына сергея хрущева и если хрущев ненавидел эрнста неизвестного или презирал его называл его плохими словами то спрашивается зачем памятник то заказывать это что такая издевка как это понимать и стала искать информацию чтобы прояснить для себя этот вопрос потому что здесь все нелогично потому что мы знаем хрущева как человека который сам после сталина начал дегенерацию всего и во всем архитектуры в том числе эти хрущевки когда борьба якобы с излишествами шла на самом деле унылая серая страшная архитектура в городах стояла и до сих пор стоят эти хрущевки просто ну да людям негде жить но это сознательно делалось потому что сталин строил красивые дома и если бы продолжалось продолжались проекты сталина который хрущев зарубил все до единого даже уже готовые проекты уже почти готовые проекты он зарубил это абсолютное вредительство это абсолютно шло в разрез с коммунистическим строительством это шло на развал советского союза сегодня мы все это знаем то есть хрущев троцкист и он шел по глобалистским сценариям он разваливал советский союз просто сразу он его развалить не мог значит надо было делать легенды составлять легенды ставить своих людей после сталина на места убирать патриотов настоящих и ставить троцкистов и за несколько лет за несколько десятилетий они с этой задачей справились и казалось бы каким образом зачем сын хрущева сергей хрущев делает заказ эрнсту неизвестному которого называют опальным скульптором вот он в 73 году опальный скульптор и нахожу я информацию комсомольская правда как эрнст неизвестный делал памятник хрущеву я пережил при нем тяжелые времена но сейчас глубоко уважаю его конечно он видел ним своего темного человека сказал скульптор сыну бывшего генсека самая известная история связана с никитой хрущевым когда-то на выставке манежи но и так далее это мы не будем своих воспоминаниях об отце сергей никитич подробно останавливается на этом эпизоде почему сергею хрущеву посоветовали заказать надгробие именно неизвестному очень многие считали его лучшим скульптором в стране но мы это вот народ мы видим вы сами определились вы сами все поставили оценку все до единого все поставили оценку сказали что это просто нечто это жуть жуткая это какая-то какашка это действительно дегенерация там просто месиво сумасшедшего куты из психушки взятого скульптора который туда вот он там сидит давно и надолго это мозги больного человека все как один за редким редким исключением его поклонников ну видимо таких же и вдруг ему советуют оказывается не то что он сам заказал а ему посоветовали вот как интересно разворачивается хрущев младший несколько растерялся во-первых он прекрасно помнил как отец поносил неизвестного а во вторых в то же время он был убежденным сторонником социалистического реализма главным критерием художественности для него была похожесть а неизвестный славился как раз славился как абстракционист и к тому же сергей хрущев уже почти договорился зурабом церетели кстати тоже не лучше который с большим энтузиазмом откликнулся на идею делать памятник хрущева мы знаем что зураб церетели это тоже волосатая мафия еще тот жук кто его проталкивает и кто за ним стоит тоже большой вопрос он за заполонил москву своими шедеврами и вдруг двигают зураба церетели вот эту тоже мафию такую скульптурную и настоятельно советуют памятник поставить заказать именно эрнсту якобы он опальный скульптор понимаете значит кто-то был кто этого опального так называемого опального значит он никакой не опальный был он врет просто эрнст себе сочиняя какой же он опальный если рекомендуют заказать хрущева причем он бы мог он же уже договорился зурабом церетели он бы мог просто отказать как нет спасибо я уже нашел скульптора который будет делать надгробия моему отцу но ему отсоветовали и настоятельно посоветовали сделать заказ эрнсту неизвестному то есть ему заплатить дать ему заработать и что мы читаем во дворе мастерской неизвестного куда сергей никитич после больших колебаний все же отправился он колебался он не хотел он уже решил свой вопрос он уже выбрал автора но он все же отправился потому что значит нельзя было не отправиться я так понимаю его встретила скульптура орфея играющий на струнах своего сердца через два десятилетия она превратится в статуэтку который вы вручит победителям тэфи но и сразу не будем далеко уходить давайте посмотрим что это за тэфи тэфи российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств учрежденная фондом академия российского телевидения 21 октября 1994 года смотрите 21 октября 294 день 94 94 94 тоже они еще такие цифры подбирают такие даты является российским аналогом американской премии эмми это девяносто четвертый год мы знаем какое у нас было телевидение жуткая она таким и остается сатанинским и тоже интересно 2014 года организатором конкурса выступает некоммерческое партнерство комитет индустриальных телевизионных премий но и по поводу призовой статуэтки победителем конкурса вручается бронзовая статуэтка орфей и золотой диплом финалисты конкурса получают только серебряный диплом вручаемый победителем приз представляет собой скульптуру персонажа древнегреческой мифологии сайте вот здесь вот как нарисовано древнегреческая мифология певца и музыканта орфея который разрывает себе грудь и играет на струнах своей души автор статуэтки скульптор эрнст неизвестный для новой награды масштабировал свою двухметровую статую орфея созданную в 1962 году вот на какие-то деньги он этот опальный скульптор создавал в 62 году кто-то его подкармливал поддерживал деньги у него были чтобы вот это вот свое убожество это издавать ну и собственно говоря какие времена такие и статуэтки какие у нас академия российского телевидения их продукция мы прекрасно знаем за эти 30 лет своего российское телевидение и продукцию ну и соответственно такие статуэтки сейчас мы чуть поближе рассмотрим да тут еще изготовлялась это в американской мастерской ученика эрнста неизвестного джеффе блюмеса стоимость изготовления на начало двухтысячных годов составляла одну тысячу долларов сша вот у нас американское вмешательство во всей красе и без эрнста неизвестного никак не обойтись рассмотрим эту авангардную модель он же авангардист считается нереалист вот на струнах души это близко приближенная три вот этих ребра перевернутых дырка это струна души очень тоже авангардное что-то здесь между ног у него нереалистичное а символичное что-то это же художник он художник он так ведь я не знаю что здесь у него между ног здесь уже нет вот здесь что-то есть такое здесь отсвечивает и вот эти три полусломанных каких-то ребра перевернутых трогает нервы вызывает эмоции и слезы умиления или радости глубоко шокирован но виду не подал вот он сын никита сергеевича хрущева сергей хрущев из маленькой комнаты вышел хозяин плотный человек небольшого роста лет пятидесяти по первому впечатлению запомнилась его кряжестая устойчивость пронзительные глаза и тонкая полоска усов над верхней губой середину комнаты занимал макет невероятного по моим понятиям здания в центре голова человека и стремительно отходящие от нее крыло рельефами символами лицами людей это проект дома мысли центрального здания в академгородке в сибири пояснил эрнст иосифович вот еще один проект какого-то дома мысли но это их мысли понятно их мысли это гиганты мысли и отцы русской демократии центрального здания в академгородке в сибири где же он опальный то в каком месте вот насочиняли нам легенды про каких-то опальных товарищей они прекрасненько себе живут кто-то им делает колоссальные заказы пока народ трудится на заводах на фабриках да трудятся труженики простым трудом занимаются люди необходимым самым необходимым трудом без без этого простого труда все станет без простых рабочих без простых крестьян все встанет и вот эрнст неизвестный занимается проект дома мысли но кому еще давать эти проекта как нервы неизвестному ну кто еще мыслить то может но только вот он и может больше некому далее сергей хрущев пишет о том что эрнст неизвестный говорит что он с теплотой стал вспоминать его отца это может показаться странным вспоминаю о нем с теплотой этот человек знал чего хотел и стремление его не могут не вызывать сочувствия особенно сейчас когда многое видится яснее у нас с вами речь идет не о личных обедах а памятники государственному деятелю я возьмусь за эту работу и вот из этих слов получается что не сергей никитич идет предлагать скульптору эту работу а скульптор уже как данность говорит заказчику о том что он что именно он будет делать эту работу я возьмусь за эту работу значит церетели двигают и эрнста неизвестного однозначно кто-то навязал сергею никитичу дальше сергей никитич пишет эрнст иосифович тут же начал набрасывать рисунок на листке бумаги вертикальный камень одна половина белую другую заштриховал черная внизу большая плита я ничего не понял почему белое черное что это означает спросил я я поправлю это означает что это масонские дела неизвестный сказал что пока ничего конкретно в этом рисунке нет он только объяснил что это воплощение философской идеи жизнь и развитие воплощение масонской философской идеи сергей никитич видимо был не в курсах и таких тонкостей жизнь развития человечества происходит постоянном противоборстве живого и мертвого начал нашим над гроби черное и белое можно трактовать по-разному жизни смерть день и ночь добро и зло все зависит от нас самих наших взглядов нашего мира ощущения сцепление белого и черного лучше всего символизирует единство и борьбу жизни со смертью главное заболтать заказчика чтобы он не сомневался эти два начала тесно переплетаются в любом человеке поэтому камни должны быть неправильными входить один другой сплетаться и составлять одну целое все это предполагалось установить на бронзовую плиту кгб немедленно стало стало об этом известно с неизвестным провели беседу вспомнили что он сейчас работает над большим проектом гигантским рельефом здание московского института электронной техники в зеленограде вот еще один громадный проект и этот проект вполне себе тянет на государственную премию где же он опальный то вот пока мы не видим никакой опалы мы видим крупные заказы крупные заказы это деньги это колоссальные деньги еще раз говорю пока простые люди за зарплату работают радуются жизни ходит на мазьки ноябрьские праздники ну простой народ простой народ труженик здесь у этих ребят своя жизнь идет и оплата она идет совсем другая то есть он работает над большим проектом московского института электронной техники в зеленограде и этот проект вполне себе тянет на государственную премию если он решит работать над памятником хрущеву то могут быть большие проблемы не только с госпремии но и вообще с осуществлением этой работы было начало 70-х и хрущева если и вспоминали то в сочетании со словами волюнтаризм и субъективизм но это прям как наш горбачок перестройка гласность консенсу и так в этом абзаце что мы видим мы видим что мало того что сергей никитич огромное колебание имел когда шел к этому эрнсту неизвестному потому что его попросили заказ у церетели отобрать и передать этот заказ свой именно росту неизвестному так тут еще он этот эрнст неизвестный ему выставляет как большое одолжение он ему делает потому что он рискует он рискует потерять колоссальный государственный заказ если он сделает сергей никитичу вот этот памятник надгробия его отца если как это все представляется то есть хрущева там сыну хрущева на уши льют конкретную лапшу для того чтобы его ну чтобы он сам убедился что все-таки его не заставили а он сам принял такое решение но сергей никитич в этом тексте дал нам очень много подсказок очень много что это не сам он принимал решение мы не знаем он не называет кто его заставил идти к эрнсту неизвестному и отдавать свои деньги за этот памятник но его однозначно заставили это сделать так что советская власть предпочла бы чтобы какой-нибудь невзрачный надгробие опальному правителю сделал бы член союза художников не выдающийся но официально признанный скульптор эрнст неизвестный потом сказал сыну хрущева именно после их угроз я принял окончательное бесповоротное решение если раньше еще могли быть сомнения поскольку мы не знали друг другу то тут уж решил быть твердым до конца то есть он еще и вот герои себя строит весьма мало того что у царителя отобрал заказ эти деньги переправили на эрнста неизвестного но он еще и героем себя выставляет ну супер просто ну авантюристы высшей категории но это не просто авантюрист и врун или врали потому что в другом рассказе я видела что он бросил эти деньги что он их не взял якобы потому что вот он выполнил этот заказ но денег не взял он такой принципиальный мы видим что за всем этим стоят некие сети конкретные лица не называются на не явно чувствуется чувствуется вот эта власть тайная власть которая рулит вот этими процессами на подобных примерах когда их начинаешь разбирать и структура конструкция этой власти она начинает проявляться и точки нажима на людей они начинают проявляться но и голову он сделал вполне себе реалистичный в общем то памятник получился довольно оригинальный к памятнику претензий нет не самый плохой надгробный памятник да конечно опять отрубленная голова как у берлиоза прям по мастеру и маргарите но тем не менее очень реалистичные похоже на хрущева ведь может когда хочет может сделать вполне себе талантливые вещи опять тут по поводу этого памятника что панику вызывала у руководства ну это уже сказки для для народа для населения что значит черное что в ссср не все хорошо причем тут в ссср когда это памятник человеку причем тут ссср опять сидят и сочиняют а может быть черный цвет символизирует брежнева который пришел хрущева на смену вот все это конечно пена такая пена придуманная искусственная как в истории они на сочиняли своих сказочек так и здесь точно такой же блеф и сказки главные слова конечно сергей никитич в общем то сказал что он не хотел не хотел у него уже был заказ церетели и вот еще по поводу роста неизвестного неизвестный лично устанавливал бронзовую голову хрущева в нишу та была высоко неизвестный был небольшого роста вот вам пожалуйста факт когда этот человек небольшого роста физически физиологически маленького роста человек говорит про других какие они карлики лилипуты но в общем то это говорит о том что у него огромные комплексы насчет собственного роста ему хочется быть большим и великим и комплексы эти везде сквозят во всех интервью этого неизвестного и собственно говоря в его скульптурах ну там там клиника однозначно ну еще для правды что называется другие скульптуры рост и неизвестного вот это его работы как угодно можно к этому относиться то самое дерево кентавр некоторые работы по пальцам пересчитать которые действительно выглядят как талантливые остальное как будто под наркотой под какой-то был человек совсем в угаре вот это шедевры музей эрнста неизвестного в екатеринбурге об этом мы поговорим о екатеринбурге и системе которая с ним связана сатанинской системы этому в третьей части потому что в этой части я не успеваю вам все это рассказать вот эти вот шедевральные можно можно наслаждаться бесконечно что называется умиление слезы это типа грудь это типа соски женщины ну и дальше она там рожает какую-то ногу насколько я понимаю сразу 45 размера но философия просто зашкаливает гениально ну куда нам мы же не искусствоведы куда нам память и понять величие гения то есть нам говорят что этот человек вот этот вот гений вот еще одна гениальная скульптура ну еще в таком же духе все это в музее там есть в екатеринбурге там же музей ельцина вот тоже что-то такое сложно понять но до этого надо еще дорасти ну с не всем дано сами понимаете этому это могут понять не только лишь все еще что я в этой серии хотела сказать про опального скульптора вот пожалуйста установлена в июле шестьдесят седьмого года скульптура монумент дружба детей мира вот опять вам шестьдесят седьмой год но и в каком месте он опальный это артек и теперь посмотрим поближе вот это тоже произведение шедевр очередную для детей артека у я была в орленке слава богу там не было заказов и росту неизвестному бедный артек вот она это шедевра дети ходят но они же простые дети это дети из простого народа вот если бы они были из народа и росты неизвестного тогда бы им было все понятно поскольку они простые а в советские времена в общем-то попадали в такие лагеря очень много именно детей простых людей как ни странно да надо же вот и такое бывало нашей жизни в истории советского союза именно только в истории советского союза такое и бывало вот покрупнее вот это шедевра вот это вот это дружба народов это для детей в артеке сделано в шестьдесят седьмом году это опять-таки колоссальные государственные деньги на это все выделялось и вот это уродство стоит самым лучшим пионерском лагере вот кто это делал кто это заказывал это были силы которые вопреки здравому смыслу они протягивали и это уже воздействовал на детей они приезжают в лучший пионерский лагерь лучший лагерь страны он даже международный был туда дети со всего мира приезжали и они вот это видят и им еще показывают и их убеждают детей то есть им говорят что это шедевр и если ребенок не видит никакого шедевра то он будет считать себя глупым потому что это же говорят взрослые в лучшем лагере пионерском лагере артек это в советские времена вот тогда они еще были они никуда не девались но после сталина они просто распоясались если при нем они побаивались и выдавали все-таки действительно продукт высочайшего класса что в музыке что в кино в стихах в искусстве то после смерти сталина вот посмотрите полезли вот эти эрнсты неизвестны но всю сатанинскую сеть связанную с этим гениальным скульптором в советском союзе я расскажу в третьей части благодарю за внимание благодарю всех кто поддерживает мой канал подписывайтесь на мои соц сети в телеграм яндекс дзен всех вам благ до свидания а